Мы поздравляем вас с открытием выставки. Позвольте вручить вам дозавательную песню. Муза «Масло мастихин» звучит очень необычно. А это название персональной выставки Светланы Демидовой, талантливой тверской художницы. Зал был заполнен разнообразными работами. Здесь и портреты, и сказочные мотивы, а также куклы. Как сказала сама Светлана, портреты для нее особенные. Ведь это люди, которые близки ей по духу. Такие же талантливые художники нашего города. Почему портреты? Потому что я. Это мой самый ближний круг из нашего сообщества. Сначала перекрестка, а потом арт прорыва. Под разными вариантами эти названия выставок. Мы ценим друг друга, поддерживаем друг друга, учимся друг у друга. Это самое главное. Как было отмечено, на выставке представлены куклы, созданные специально по мотивам сказок, известных в городе писателей Нины и Вячеслава Метлиных. Куклы действительно очень впечатляют. Это наш очень близкий друг, скажем так. И это иллюстратор наших с Вячеславом Метлиным сказок. Поэтому у нас отношение к Светлане Демидовой особенное. Мы ее очень любим. И сегодня выставка особенно состоит из двух таких моментов. Первая часть – это портреты. Портреты очень удачные, узнаваемых людей нашего города. А вторая часть – сказка. Именитые гости, пришедшие на выставку, отметили разнообразие и красоту работ Светланы Демидовой. Ее живописные работы я здесь вижу впервые. Но то, что я увидела, мне очень понравились. Эти вещи очень теплые, написанные с вниманием, с любовью к модели. Одним словом, выставка удалась. Ведь главное для художника, чтобы его творчество нашло отклик у зрителей. А это получилось на все 100%. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я вас познакомлю с событиями культурной жизни, которые будут в киноконцертном зале «Панорама» в мае. Проект киноконцертного зала, который объединяет всемирно известную компанию «Ямаха», профессора, пианиста Московской государственной консерватории Юрия Мартынова и наш киноконцертный зал «Панорама». 11 мая в нашем зале состоится вечер фортепианной музыки главным действующим лицом которого будет Юрий Мартынов. И, как всегда, рояль для этого мероприятия предоставит компания «Ямаха». А мне очень коротко хочется рассказать историю создания компании. Таракусу «Ямаха» много-много лет назад, живя в маленьком городке, и не подозревал, что когда-то его музыкальные инструменты будут греметь на весь мир, поскольку не было ни музыкального образования, и никакого понятия музыкальных инструментов. Он зарабатывал на жизнь тем, что назывался человеком с золотыми руками и ремонтировал буквально все – медицинские инструменты, любую технику и так далее. Но однажды мэрия городка, в котором жил Таракусу «Ямаха», попросила его отремонтировать местную физгармонию. Это язычковый орган. Настолько работа увлекла мастера, что он буквально сделал каждую деталь заново. И с этого началось стремление создать собственную компанию по производству роялей, фортепиано. И, насколько мы знаем, на сегодняшний день «Ямаха» – это одна из самых известных и популярных компаний, которая производит не только музыкальные инструменты. Еще один участник этого вечера, и я бы сказала, главный участник – это пианист. Профессор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Юрий Мартынов. Юрий принадлежит к числу наиболее интересных и разносторонних российских музыкантов наших дней, чье исполнительское искусство соединяет лучшие традиции русской фортепианной и западноевропейской клавирной школ с неповторимой личностью. В мире насчитываются единицы исполнителей в равной степени в совершенстве владеющих таким количеством инструментов и стилей. Он в совершенстве владеет фортепиано, клавесином, хаммер-клавиром, клавикордом и органом. Субтитры создавал DimaTorzok Юрий окончил Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а после и консерваторию имени Чайковского. Также старшировался во Франции. Юрий – лауреат престижных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом. С 1989 года музыкант активно концертирует по всему миру. Среди его сценических партнеров многие знаменитейшие исполнители и дирижеры. Дискография Юрия Мартынова насчитывает 20 CD-дисков, записанных и выпущенных на известных отечественных и зарубежных звукозаписывающих фирмах. Музыкант первый и единственный на данный момент исполнитель, который осуществил запись всех симфоний Бетховена в трансклипции Листа. Для фортепиано – соло на инструментах листовского времени. Запись девятой симфонии Бетховена в трансклипции Листа вошла в топ-десятку лучших записей в номинации классической музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я вам напоминаю, что май доставит вам положительных эмоций и зарядит позитивом на целое лето. Я приглашаю вас в киноконцертный зал «Панорама» и напоминаю, что 11 мая на нашей сцене будет выступать пианист, профессор Московской государственной консерватории Юрий Мартынов подарит нам вечер фортепианной музыки. До новых встреч! Будьте здоровы и счастливы! В ближайшие дни в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть фильмы. Бука – мое любимое чудище. Скандал в царском семействе. Своенравленная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным ее берет в плен Бука – самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки. 1941. Крылья над Берлином. История от подвига летчиков первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. 5 мая можно посмотреть фильм «Освобождение. Последний штурм». Фильм «Пятый последний штурм. Последние дни войны. Штурм Рейхстага». Сражение за каждый метр, за каждый этаж и, наконец, воодружение знамени победы над Рейхстагом. Раздались первые залпы победы. Главные герои фильма встречаются у входа в Рейхстаг. 12 мая можно посмотреть фильм «Грешное дело». Две девушки с помощью техник соблазна обкрадывают состоятельных мужчин. Однажды они узнают, что у одного из их жертв есть бриллианты стоимостью миллиона долларов. Теперь жизнь девушек подвергается огромному риску.